Утром первого, мы на месте. Тринадцать заработал, вручили эту сколу полосы. Изов принято, уезжаем. Сотрудники управления административной полиции спасли полуторагодовалого малыша, провалившегося в выгребную яму. Это происшествие случилось в одном из частных домов отделения Тельмана. Мальчик играл во дворе и вдруг куда-то пропал, рассказывают родственники малыша. Обнаружили его случайно, заглянув в туалет. Мальчик находился в яме, из содержимого выгребной ямы выглядывала лишь его голова. Когда я был на работе, мне позвонила супруга и рассказала о беде. Я приехал домой, увидел толпу людей во дворе, не знал, что делать и попросил супругу позвать на помощь. Она побежала на улицу. Женщина вышла на улицу в поисках помощи и увидела проезжавших полицейских сотрудников отдела розыска управления административной полиции. Мы находились в этом районе по служебным делам. Когда к нам навстречу выбежала женщина в слезах, мы спросили, в чем дело и прошли за ней. Потом увидели, что мальчик стоит по горло в яме. Позвонили в скорую помощь и спасателям, но сами решили время не терять и попытаться как-то вытащить ребенка. Единственный путь к мальчику – отверстие в бетонном полу, куда мог пробраться человек небольшой комплекции, выяснили полицейские. Подходящего по параметрам юношу они нашли по соседству. Я был один дома, ко мне постучали полицейские и сказали, что нужна моя помощь, чтобы спасти мальчика. Полицейские обвязали меня арканом и спустили в яму. Там я обвязал мальчика и его полицейские вытащили наверх, а потом помогли выбраться и мне. На всю спасательную операцию полицейских ушло полчаса. Сейчас здоровье мальчика вне опасности. Родственники ребенка поблагодарили полицейских за оперативную помощь и хотят ходатайствовать перед руководством ДВД об их поощрении. А сотрудники противопожарной службы спасли из огня двух человек. Примерно в 20.41 на пульт диспетчеров противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на улице Интернациональной. По словам вызывавших жителей одной из пятиэтажек, огонь разгорелся в квартире, расположенной на втором этаже. По тревоге на место пожара выехали три единицы пожарной техники и 14 человек из числа личного состава. Прибыв на место происшествия, наши сотрудники обнаружили, что пожаром охвачена одна из комнат площадью 12 квадратных метров. Там горели мебель, постель и некоторые вещи домашнего обихода. В ходе обследования горящей квартиры пожарные обнаружили в соседних помещениях двух человек, которых эвакуировали. Также 10 человек, жители подъезда, были эвакуированы на безопасные расстояния. На локализацию огня пожарным потребовалось 34 минуты, а еще через 40 минут огонь был полностью погашен. Пострадавших при пожаре нет. Сейчас причины возникновения огня выясняют дознаватели управления ПЧС города Шимкента. В два часа дня к спасателям оперативного отряда поступил звонок с просьбой помощи от жителей одной из пятиэтажек 17 микрорайона. Горожане сообщили, что в соседней квартире проживает одинокая женщина. Уже несколько часов она не отвечает на телефонные звонки и стук в дверь, а из ее квартиры раздаются слабые призывы о помощи. Спасатели дверь вскрыли и в присутствии полицейских прошли в квартиру. И, как оказалось, помощь прибыла вовремя. Женщина упала возле кровати несколько часов назад и не смогла подняться. Она уже теряла силы, когда ее стоны услышали соседи. Прибывшие на место врачи Центра медицины катастроф оказали ей первую помощь. Сейчас ее жизнь вне опасности. Центра первого, мы на месте. Ты на нас заработал, включили эту сколку, Уэллсен. Изопринято, уезжаем.